Приветствую, друзья. Дочь Александра Дугина погибла в результате теракта в Подмосковье. ФСБ быстро отчиталось о раскрытии, но верится в украинский след с трудом. Украинское руководство опровергло причастность к этому преступлению. И вообще для Украины и выбор жертвы неочевидный, да и почерк не тот. Украинцы пока не были замечены в терактах. Все удары по российским объектам подчеркнуто наносятся по военной инфраструктуре и не ставят целью человеческие жертвы. Больше похоже на внутрироссийский след, а значит теракты уже возвращаются в Россию. Владимир Путин пришел к власти под лозунгами борьбы с терроризмом. Помните его фразу про мочить в сортире? Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов. Тогда в 90-х Москву и юг России потрясли ужасающие взрывы домов. Подлые, отвратительные ночные теракты, сотни погибших. Всеобщая атмосфера страха и беспомощности, которую Путин умело использовал в своих целях. Эту победу над терроризм он продолжает эксплуатировать до сих пор. Россия практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования. Серия взрывов домов закончилась очень странной историей, известной как Рязанский сахар. 22 сентября 1999 года бдительные рязанские жители заметили закладку подозрительных мешков в подвал дома. После обнаружения происходящее было объявлено учениями ФСБ по предотвращению теракта. Споры о том, что было в мешках, сахар для учений или гексоген для настоящего теракта продолжаются до сих пор. Я никогда не мог поверить в версию про гексоген. Ведь если бы там была взрывчатка, то значит ФСБ готовило не учения, а настоящий теракт. И раз так, то организаторами взрывов в Москве, Буйнакске, Волгодонске тоже могли быть спецслужбы. У меня нет завышенных ожиданий от моральных качеств и гуманитарных стандартов ФСБ и ее руководства. Но все же идея о том, что российская спецслужба может хладнокровно и намеренно убить несколько сотен невиновных сограждан, казалась тогда мне дикой. Дикой и неправдоподобной. Потом были еще теракты в театральном центре на Дубровке и бесконечно тяжелый для меня лично захват заложников в школе в Беслане. Любая человеческая жизнь важна и дорога, но такое ужасающее преступление именно против детей – это то, что я, например, никогда не смогу забыть и простить. И на Дубровке, и в Беслане власть показала полнейшее безразличие к жизням сограждан. Путин не ставил целью спасения заложников, только уничтожение террористов. Но несмотря на чудовищные, вполне предотвратимые жертвы, по крайней мере, организация терактов была не на совести властей, ну или, по крайней мере, такой информации не было. А вот история с рязанским сахаром и взрывами домов в 99-м из головы не выходила. И каждый раз я говорил себе, ну нет, они не могли так поступить. Да, на совести у Путина и спецслужб много жертв. Кого-то посадили на безумные сроки. При этом Путин отправлял в тюрьму не только личных врагов, как меня, но и заложников из окружения личных врагов. Магнитского банда силовиков замучила до смерти, Борю Немцова убила, были отравления, причем даже при помощи боевых отравляющих веществ, были убийства журналистов. Но все же у меня всегда было ощущение, что какие-то рамки, границы дозволенного у них есть. Что это циничная, подлая и жадная банда у власти. Она же все же не могла отдать и выполнить приказ об убийстве сотен мирных граждан. Я всегда старался верить, что в Рязани был сахар. С начала войны против Украины эта уверенность уже не так сильна, потому что то, что делает российское военное руководство, сильно отдает терроризму. Мы много раз с экранов телевизора слышали, что Россия использует высокоточное оружие только в военных целях. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Реальность сильно расходится с этими заявлениями. 14 июля. Винница. Две российские ракеты взорвались на одной из площадей города. Разрушен дом офицеров, жилые дома рядом, сгорели медицинские центры и автостоянка. Погибло 25 человек, из них трое детей. 27 июня. Кременчук. Ракетами воздушного базирования нанесен удар по торговому центру «Амстор». Ранения получили 59 человек. 22 человека погибли. Высокодочным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины. Это что, медицинский или торговый центр являются военной инфраструктурой? Или, может быть, драматический театр это был объектом ПВО? Там же было написано крупно «Дети». 16 марта. Воздушный удар по драмтеатру в Мариуполе, который служил в качестве бомбоубежища для гражданских лиц. Более 300 погибших. 8 апреля. Ракетный удар кассетными боеприпасами по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Чтобы вы понимали, кассетные бомбы предназначены для максимального уничтожения живой силы противника на Большой площади. На вокзале женщины, старики, дети. Все они ждали поезда для эвакуации. Погибли 52 человека, включая пятерых детей. Но, может быть, это про случайность? Эксцесс, промах? Единичная ошибка? Нет. Случаев ударов по гражданским объектам очень много. С 24 февраля, с начала войны, российские войска поразили свыше 17 тысяч гражданских объектов и всего 300 военных. Часов-Яр, Одесса, Сергеевка, Белогоровка, Николаев, Чернигов, Харьков, Бородянка, Ахтырка. Это, конечно же, не случайность. Это тактический или стратегический выбор российского политического и военного руководства. И это во всем мире называют терроризмом. Вот на юге и востоке Украины сформировался военный фронт. Там понятные военные цели и применяемые инструменты. То есть то, что происходит на юге и востоке Украины, это, конечно же, агрессия и вторжение. Но это относительно конвенциальная война. Позорная и захватническая для России. Освободительная и отечественная для Украины. Ну вот на карте, например, Винница. Это сотни километров от линии фронта. Глубокий тыл. Люди ведут мирную жизнь. И на них падают две ракеты. Это нельзя объяснить. Это нельзя простить. Никакими рассказами про мифическое совещание офицеров Генштаба это оправдать нельзя. Это в чистом виде акт терроризма. Государственного терроризма. Терроризм это ведь акт устрашения. Ударить по гражданским целям, чтобы запугать мирное население. Чтобы принудить руководство страны к каким-либо уступкам. Раньше на такое были способны страны типа Ливии при Каддафе. Теперь в числе стран-террористов Россия. И это проблема не только для Украины. Нет. Война с Украиной точно когда-то закончится. Украина пойдет дальше в мирную жизнь. А вот нам, россиянам, предстоит жить с теми, кто отдавал приказы об ударах по мирным жителям. С теми, кто эти приказы исполнял. Домой вернутся маяки с подводной лодки, которая выпустила ракеты по Виннице. Летчики, которые бомбили драмтеатр в Мариуполе. Солдаты, которые расстреливали мирных жителей в Буче. Они вернутся с наградами и накопленным на войне опытом, который будут использовать в жизни на гражданке. Но хуже всего, что руководство страны научилось и привыкло решать терактами свои политические и тактические проблемы. Сегодня это происходит в Украине. А завтра? Впрочем, есть ощущение, что это завтра уже пришло. Как дальше будет Путин и его банды решать свои проблемы с легитимностью? Как будут поднимать свою популярность? В 99-м году для победы на выборах никому неизвестному Путину потребовалась Вторая Чеченская война. И с сегодняшнего дня взрывы домов, которые стали прологом этой войны, выглядят совсем по-другому. В 2024 году Путину предстоит переизбрание с опытом войны, с опытом ударов по мирным жителям и с его презрением к жизням людей. Какой способ повышения популярности он выберет? Я не знаю. Знаю только, что границ у него теперь точно нет. Необходимо как можно скорее остановить войну. Это нужно Украине, но это также нужно и каждому гражданину России. Потому что может оказаться, что война-то к нам гораздо ближе, чем кажется. Счастливо.